Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я работаю менеджером с клиентами уже почти два года официально. Первый год нагрузки у нас не было, новой работы тоже не было. И за оставшуюся одну тысячу рублей повысили зарплату. Уже с этого года, начиная с ноября, объём стал расти, новая работа появилась теперь как в белком колесе, и плюс у меня физическая работа появилась, и умственная. Ещё уборка в конце рабочего дня. Работаю сменно, два через два, один из сот часов сейчас, и пообедать времени не стало, как повезёт. Начальство редко заходит. Так, моментами интересуются работой, но не частый гость. Есть камеры, и ко всему выполняю работу на 5 с плюсом, но... Так как объём вырос, для себя не вижу смысла работать за копейки, для чего я стараюсь. Смельчатка тоже хочет повышения зарплаты, но так как мы работаем вдвоём, инициативу она не проявит. Меня не собирают за неё бросить, так как у нас натянутые отношения, ей наплевать в основном вопросе рабочего, я решаю за нас двоих. Она не шевелится, мне одной надо, так же и косяки её я не справляю. До начальства мне доходится это, но чаще слышу от клиентов в её адрес негатив в последнее время. Как действенно намекнуть начальству о повышении зарплаты? Лично поговорить нет возможности, только по телефону. Работа мне нравится, но зарплаты на данный момент нет из большого объёма. Призделайте к Новому году, увольняться в никуда тоже не хочу, если только после Нового года, если ничего не изменится. В общем, по этой ситуации стараюсь не рубить с плеча, так как мне это свойственно. Жду вашего совета. Ну, понимаете, момент в том, что психологи не дают советов. Мы не можем давать совет, это нарушение, скажем так, профессиональной этики. Вот и, на мой взгляд, неэтично и негуманно. По отношению к вам, вот. Так, ну, так, действовать и так поступать. Поэтому, для начала, на мой взгляд, что нужно сделать, так это, пожалуй, выявить, вот, ну, конкретно выявить, какая именно психологическая проблема у вас, здесь есть, вот, то есть, какую вы пытаетесь решить здесь свою психо-национальную проблему, вот. Может быть. Может быть. Может быть. А речь идёт о нерешительности. А, ну, перед, допустим, начальством, вот. То есть, может быть, вы, как-то не уверены в себе, а, ну, перед начальством. Опять же, вот, быть может, вы боитесь чего-то, ну, опасаетесь чего-то, боитесь, вот. То есть, какую психо-национальную проблему здесь вы пытаетесь решить и хотите решить, вот. Это первое. Второе. Вы сами, на мой взгляд, пишете, что начальство, ну, вот, как-то периодически интересуется какими-то вашими общими моментами, да? Вот, и я думаю, что, когда начальство интересуется вам, в принципе, никто и ничто не мешает этот момент сказать о том, например, что вы сильно устаете и очень много работы стало и так далее. Вот. Но вы почему-то этого не делаете. Самое главное, то, на что, собственно, я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что как мне видится, вы склонны проскакивать какие-то вещи, не замечать их в себе. Вот. А потом, соответственно, как-то из-за этого переживать, чувствуя определенную фрустрацию, может быть. и так далее. То есть, иными словами, если вы склонны, ну, склонны к тому, чтобы совершать какие-то действия спорадические, да? Вот. что, само собой, вам нужно учиться к себе прислушиваться, учиться, ну, распознавать свои эмоции, и это очень важный момент не сдерживать себя, не сдерживать, но выражать своевременно то, что вам хочется. А сейчас ведь есть ощущение, что есть внутренний конфликт. Вот. Ну, я бы сказал, что в основе вашей ситуации лежит некий страх и обесценивание, потому что, что, ну, объем работы увеличивается, да? Вот. Ну, объем работы становится больше, ну, грубо говоря. Вот. Что делаете вы в этой ситуации? Что делаете вы в этой ситуации? А, получается, просто принимаете и на себя что-то вам дают. Вот. По сути. То есть, ну, нужно больше работать, больше работать, там, нужно делать что-то, значит, ну, внеурочно, да? Делаете что-то внеурочно. То есть, вот, упускайте, грубо говоря, упускайте из виду, когда происходит нарушение ваших личных границ. Каким образом так получается? Из именно замеченной самооценки, из страха, вот, вы пишете, что боитесь. Уйти, да? Боитесь, значит, не хотите уходить в никуда. Вот. Это вот, как раз, то, что, на мой взгляд, является тревожностью. Вот. Ну, таким, знаете, своего, такой, точнее, такой своего рода незащищенностью, вот, вашей. Тем более. И вот, как раз, эм, ради нее вы стараетесь вполчается, там сохранить статус-кво, вот, ну, статус-кво, сохранить конечно можно, только вот какой ценой, да? Дальше, мне кажется, что вы берёте на себя слишком много, ну, в смысле какой-то активности берёте на себя слишком много, вот, и потом обижайтесь на человека за то, что, ну, человек не разделяет ваших взглядов, вот, и за то, что человек не действует, ну, вот, как вы от него ждёте. Вот, хотя, не каждый хочет и будет поступать и действовать так, как хотите вы, вот, поэтому я думаю, что преработать с личными границами вашими, чтобы вы не брали ничего сверх того, что вам тяжело и чтобы, соответственно, не, ну, не рождалось каких-то у вас ожиданий, да, не рождалось каких-то у вас обид, разочарований из-за этого, вот, тоже можно было бы, то есть это тоже такой достаточно хороший вариант, на мой взгляд. Вот, как-то так, я думаю, можно вам ответить с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Я желаю вам удачи, желаю вам всего самого доброго, я буду очень благодарен вам. за обратную связь, по моему ответу это позволит вам начать над собой работу, обращайтесь, всего самого доброго.